Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех видеть и слышать. Поздравляю с прошедшими праздниками и, конечно, Днем Победы. И, как вы видите, у нас сегодня очень сложная тема. Речь пойдет о нашем проекте, который мы готовили уже довольно давно, не меньше года, Нестериана, историко-патриотическая библиотека. Ну и, как вы понимаете, нам придется не просто говорить о книге, но и немножко порассуждать о патриотизме. В общем, проект наш был выдан в самый, что ни на есть, сложный момент для таких рассуждений. Постараюсь, чтобы их было как бы поменьше и понейтральней, потому что не время, во время пожара рассуждать о его причинах или последствиях, его надо тушить. И, тем не менее, без этого мы не обойдемся. И, наверное, сейчас момент, когда вот эти вопросы каждый себе задает и должен найти какие-то на них ответы и собственную позицию. Ну, а для начала, прежде чем вот такой большой вопрос задать, давайте кое-что послушаем. Продолжение следует... 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 А вот я хотела спросить, может быть, мы попробуем, если это аудиофайл, может быть, попробуйте скинуть или что это, видеофайл, попробуем загрузить, я его попробую загрузить. Аудиофайл, ну ты сейчас попробуй, да, видите, смотрите, можете открыть аудиофайл, попробуйте открыть вам, если есть, Windows-проигрыватель и запустить демонстрацию экрана, может быть, так запустится? Ну вот я вот вам ее загрузил, загрузилась? Так, сейчас посмотрим, да, давайте я ее попробую открыть и мы посмотрим, а вдруг у нас получится. С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отняв. С чего начинается Родина? С заветной скамьи поворот, с той самой березки, что в опале, под ветром склоняясь, растет. А может она начинается с весенней запевки с Творца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окоши горящих вдали, со старой отцовской буденовни, что где-то в шкафу мы нашли. А может она начинается со стука вогонных колес, и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина? С чего начинается Родина? Так, отлично, да. Ну вот, мне кажется, эта песня, энциклопедия о патриотизме, о понятии Родина, и она больше дает там, чем целые книги. И тем не менее, конечно, этого недостаточно, надо и размышлять о патриотизме, и попробуем кратко об этих вещах порассуждать. Ну, патриотизм определяет как любовь к Родине. И как любая любовь, это целое море, космос, чувств, мыслей. За этим стоит личность со всей глубиной, многообразием. Это один из самых сложных психологических комплексов человека. Так, скажем, он объединяет и чувства, и характер, и воля, и дух. И если задуматься, патриотизм то, где заканчивается человек отдельный, и начинается его превосхождение, преодоление в себя. Один из самых основных социальных инстинктов человека. Ну, и в то же время, патриотизм не какая-то вещь, которая там у одного есть, или у другого нет. Скорее, мы тогда имеем случаи с какой-то болезнью. Мне кажется, это здоровое самоощущение человека, которое, это чувство, которое всегда с тобой. И тем не менее, как любовь, это сильное чувство, да. С одной стороны, оно не приходит или уходит, как любовь к отдельному человеку, да. Она всегда с нами, и в то же время это чувство постоянно проверяется и испытывается. Если рассуждать о патриотизме, конечно, нужно обратиться... А меня слышно? Так слышно, да. Нужно обратиться к Ивану Ильину. Ивану, пожалуй, самый глубокий мыслитель русский на эту тему. И вот как он писал, любовь к родине есть творческий акт духовного самоопределения. Чтобы любить родину, надо ее найти и реально испытать. Часто патриотизм оказывается неопределенной склонностью. Она то замирает без надлежащего раздражения, то вспыхивает слепой страстью, то превращается в воинственный шовинизм или тупое национальное самомнение, то в слепое пристрастие к эмпирическим мелочам, то в лицемерный пафос. Вот эту речь свою Ильин прочитал в 1918 году. Если мы задумываемся, насколько сложный был момент для России, как сложно было рассуждать об этих вещах, советую всем прочитать вот эту его речь. И, как вы видите, в науке о патриотизме, о родине, половину занимает не положительное описание, что и как это, наверное, мы легче чувствуем, а скорее рассуждение о ложнопонятом патриотизме. Вот здесь вот очень много граней и барьеров. И первый главный парадокс, который мы часто опускаем и не считаем, что это здесь главные вещи, проблемы, то, что для понятия и чувства патриотизма политические позиции не являются определяющими. Нельзя сказать, потому что человек думает так или так, он патриот или не патриот. Для кого-то патриотизм связан вот как на картинке с гербом, с флагами, да, а для кого-то вот с вербой, с былинкой. И как вы слышали в песне, там ничего нету о гербах и флагах, да, там как раз о тропинке и вот тех вещах, которые никак вообще не входят в политическое поле. И тем не менее, вот эти вот политические связаны очень часто используются как ярлык в этих рассуждениях. А обвинение в непатриотизме – это вообще одно из самых таких жестких и социально ранящих. И тем не менее, он определяется не внешними словами, не действиями, не политическими взглядами, не эмоциями. Очень легко запутаться, как определить, человек патриот или не патриот. Это скорее мировоззрение, образ жизни. Но мне кажется, проверяется он, как и любовь, предательством. Вот единственный критерий, когда это можно увидеть. Но откуда же мы черпаем патриотизм, уже ближе к нашей теме? И в книге тоже. Но, конечно, не только в книге. Патриотизм определяется общностью нашей исторической судьбы друг с другом. Мы обречены жить с этим чувством и быть или не быть патриотами. Это и есть Родина. И недаром наша библиотека является исторической, патриотической. Без истории нам тоже не обойтись. И я бы здесь обратился вот к такому особому пограничному случаю, к гражданской войне. Потому что в обычной войне, ну, для нас синонимом патриотизма и как-то первой ассоциацией является Великая Отечественная война. Но, на мой взгляд, это очень простой кейс. Там очень все понятно. Вот есть враг и есть после кого ненавидеть. Дальше уже просто граница, степень жертвенности человека показывает. Ну, в общем, тут нету проблемы. Нет какого-то вопроса. А вот в гражданской войне ситуация совсем другая. И прошло ровно сто лет, когда мы испытали, пережили вот глубочайшую драму, в которой как раз и ставились такие вопросы. Раскол нации с 14-го года по 22-й. Гражданская война. И напомню, что начиналось или там самый разгар Владимира Ленина приехал в Россию с лозунгом большевиков «Поражение своему правительству». Это фантастический лозунг. И тем не менее, вот мы все советское время считали это тоже образцом и правильной позиции патриотизма, как вообще большевиков и уж тем более Ленина. Вот, собственно, оттуда и началась вот эта вот диалектика сложнейшая. Вот это раскол, который прошел через очень разные плоскости. Ну, во-первых, революция и контрреволюция расщепила нации на два и разбила единую страну. Ненавистью друг против друга. Это перелывалось практически в более глубокие, но военные действия, противостояние между красными и белыми. Ожесточенное бретоубийство, которое стоило миллионам жизней российских сынов. Дальше вот этот вот раскол прошел через понятие родина и эмиграция. И целый поток потерянных сынов лучших людей, нашей аристократии, нашей ученой духовной аристократии, философов, поэтов, писателей, покинули страну и вынуждены были там переживать эту драму, не оставаясь вдали, а постоянно держа Россию в сердце. Ну и, наконец, в более спокойных, постоянных тонах эта дилемма перешла в различия митрополий и диаспора. Диаспора тоже постоянно живет понятием о родине, помнит о ней. Это тоже такое очень интересное взаимоотношение. Вот как вы видите, очень много разных граней, когда вот этот вот внутренний раскол проходит через разные стадии. И кто здесь прав? Когда мы жили в советское время, нам было понятно, что говорила пропаганда, тот и был патриотом. А патриотизм очень не любит пропаганда и идеологии. И вообще это не о том. И понять правду позволяет возможность встать над этой схваткой. Тезис-антитезис результируется в синтезе. Вот только когда у нас закончилась советская эпоха, мы смогли как-то взглянуть с пониманием и на ту, и на другую сторону, в своем роде вернулись к единству. И это понимание дало иное понятие и гражданской войны, и миграции, и контрреволюции. И мы поняли страдания всех вот тех, тех отринутых в этой дилемме. И тоже снова пережили немножко их чувства. И тем не менее, если сегодня спросить, кто был прав, мы не знаем. Хотя мы больше не расщеплены, но мы не можем сказать, кто из них действовал как патриот, а кто действовал как не патриот, как предатель. Из простых политических действий это не выведешь. И многие, как мы знаем, тоже готовы были положить и клали свои жизни на алтарь своих идей, и делали это ради Родины. А для нас сегодня и Николай II, и Ленин остались, и продолжают оставаться в том или ином смысле святыми. И вот если сегодня взглянуть на ситуацию, а пройти мимо, я считаю, мы не имеем права, хотя, как я сказал, рассуждать во время пожара о пожаре может быть не время и сложно, но кратенько, конечно, все равно нельзя обойти. Вот если исходить из сегодняшней позиции, официальной, идеологической, мы один народ. И в этом случае вот тот вопрос о специальной военной операции можно озаглавить. Это что, динафицификация или гражданская война? Если мы один народ, значит, мы боремся друг с другом, значит, та ситуация столетняя в каком-то смысле повторяется. И, конечно, хоть эта тема очень сложная и тяжелая, и я постараюсь, ну, только краем какие-то свои позиции обозначить, скорее, там, научные. Украина, Донбасс – это сегодня оселок вот этой проблемы. Говорить о патриотизме и обходить, как бы, эту тему, ну, просто будет непорядочно. Гражданская война – это раскол единства. И разобраться, кто здесь прав, кто не прав, конечно, очень сложно. То, что сегодня происходит, похоже немножко вот на эту картинку. И, глядя на нее, тем не менее, вне контекста, вне своей позиции невозможно понять, о чем идет речь. О чем? Что это мораль? Здесь воспроизводится мораль уличной драки или семейной разборки. Один смысл, если вот один мальчик обижает девочку, другой пришел ее защищать. Но если ситуация другая, если вот этот зеленый мальчик – это брат ее, а если оба они братья, и, скажем, старший наказывает или что-то как-то ее воспитывает, а если за их спинами – это чужие, и за спиной зеленого стоят еще те, кто науськивает его. В общем, совершенно разные контексты, и в зависимости от этих контекстов абсолютно разная мораль, абсолютно разная оценка моральная будет. Но суть в том, что происходит, то, что мы с вами переживаем, каждый в своей душе – это расщепление целого. Расщепление целого всегда как расщепление себя, расщепление души – это очень больно. Но в то же время только такое расщепление и вообще только ситуация гражданской войны дает возможность эмпатии. С одной стороны – это непримиримость, это страсть, клокочущая ненависть друг к другу, а с другой стороны – это перспектива взаимности, это близость, как ни с кем другим. И недаром ненависть и любовь, вот те же самые диалектика и дилемма, они перетекают друг к другу, и в каких-то вещах рождают друг друга. Враг и друг, друг может стать злейшим врагом. Все это не случайно, все это исходит из этого расщепления. И тем не менее, когда мы внутри этого расщепления, мы можем подумать и увидеть, а каким выглядит патриотизм с противоположной стороны. А вот для той стороны, как эти понятия, и как эти ситуации интерпретируются, тоже там с больной, с большой болью. Почему обе стороны называют друг друга сейчас фашистами? И каков будет итог операции? Будет ли это очищение от этих элементов нацизма? Или усиление их? Будет ли это преодоление раскола? Или окончательный разрыв на столетие? Все это очень сложные вопросы. Но обращу ваше внимание, что те вещи, которые сегодня встали, они очень близки. Патриотизм, национализм, нацизм. Это, так скажем, разные спектры одного и того же тембра. Патриотизм – это духовное здоровье, это то, что нужно иметь. национализм – это некая акцентуация этих вещей, усиленное внимание. Ну, а нацизм – это предел, это уже больное чувство, которое перерастает в свою противоположность. А начиналось, как бы, в корне лежит один и тот же социально-психологический комплекс. Ну, и если говорить о патриотизме, о здоровом чувстве нации, главные условия формирования нации – преодоление испытаний, объединяющие действия. И ясно, что сейчас происходят такие события, которые как раз изменят состояние души каждого и, соответственно, понятие страны, понятие его места в истории. Вот. Ну, и переходя к более общим как бы заключениям уже предпосылкам и ситуациям, почему так произошло, все-таки начиная размышлять об этом, я бы предложил несколько своих рассуждений, как я объясняю. Для меня вот то, что происходит, это раскол империи. Раскол империи, который всегда очень болезненный и многоступенчатый процесс. И просто то, что нам казалось, там, где казалось поставленной точкой, оказалось, что это запятая. Точка ставится, может быть, только сейчас, а может, точка с запятой. Я бы хотел, недаром у нас речь об истории, включить сюда историческую перспективу, потому что с ее точки зрения многое становится, на мой взгляд, понятно. Заслуга России и ее миссия это колонизация Евразии. Практически весь континент, помимо Западной Европы, это наша страна. И тем не менее, все не так однозначно и в историческом ракурсе выглядело все очень эволюционно и постепенно. здесь можно выделить несколько стадий, которые как такие этапы и постоянно присутствуют и в сегодняшнем геополитическом понимании, как некие нарывы вскрываются в таких событиях. Я бы сказал, первый этап к этому движению Евразии шел от Киева к Московии. Это первый перетекание такое, второе движение было уже совершенно другом Подмосковье к Золотой Орде и вот она доминировала и представляла вот это вот как бы сердце того, что мы сегодня называем Россией. Дальше следующие очень важные этапы и такая интрига историческая от Золотой Орды к Литовской Руси. И только дальше начиная там 17-го и 18-го века переход к Российской империи и с СССР по сути дела к территориям уже в нынешнем виде как вот оно изображено на нижней картинке и на протяжении последних столетий. Вот. А я бы еще все-таки хотел остановиться вот на верхней картинке чтобы было понятно насколько в истории все было по-другому. Вот вы видите это середина 15-го века и Московия все-таки средневековье да Московия это вот тот маленький островочек на территории Евразии которая разделена двумя большими локусами Золотая Орда и Польско-Литовская Уния Литовская Русь вот это о Литовской Руси о Белой Руси у нас очень редко вспоминают на протяжении столетия или полтора это была основная интрида после того как пангулы татары завоевали Московию да и вот эту часть и Киев тоже завоевали но от Киева как бы они им отошли и очень быстро литовское княжество расширилось вобрало в себя эти славянские земли и ну своего рода спасла от Золотой Орды и именно туда побежали многие славяне спасаясь от варваров и возник некий такой спор который скоро превратился в спор между Литовской Русью и Московской Русью да какой центр политический станет основой вот этих вот славянских русских этносов и этот спор как вы знаете был решен в пользу Московского царства и тем не менее вот по линии которые вы видите проходит как бы болевой такой шрам и вот собственно то с чем мы имеем дело сегодня это воспаление этого шрама ну а Польши мы сейчас еще немножко поговорим но тем не менее после того как именно Москва победила в этом споре то что называется Российская империя пережила несколько совершенно разных концептов этапов первый это Московское царство Ивана 4 по сути дела это уже была та же самая территория следующий это Петр 1 с Российской империи и он направил это было уже экспансия России на европейские территории которая продолжалась дальше после того как закончилась перезагрузилась перевоплотилась в СССР которое вообще глубоко зашло в Восточную Европу по сути дела олицетворяла собой континент Евразии вот и вот это все довольно быстро рассыпалось окончательное разрушение Российской империи во всех ее видах то что мы с вами пережили тем не менее это очень непростой процесс и мы с вами видим это а вот теперь другая картинка того же примерно времени чуть-чуть позже вы видите что Россия после Ивана Грозного очень Алексея Михайловича очень сильно прирастилась но и вы видите то что выделено красным это уже территория современной Украины в ее границах и то же самое разделение которое мы видели на прошлой картине оно существует и здесь только гораздо более глубже жестче здесь Украина предстает как территория трех государств слуга трех господ Польши России и Турции не забывайте о Турции это очень важный здесь элемент и немножко подробнее вот об этом ключевом этапе который нас заставляет вспомнить истории о Московской Руси и Белой Руси Литве Белую Русь это понятие которое пришло из самой Речи Посполитой так назывались территории как раз славянского заселения Полот потому что стало потом Полотским княжеством все территории и Белоруссии и Украины западной в 15-16 веке произошла решающая схватка до этого Литовская Русь очень энергично росла благодаря близости и династическим браком соединилась тоже с растущей Польшей Речи Посполитой и превратилась в эту Речи Посполитой если литовское княжество как-то со славянами славянскими народами очень мирно взаимодействие сосуществовало то вот с католической Польшей возник жесткий конфликт в виде гетманщины и отпадения Украины вот но тем не менее после значит после расцвета Речи Посполитой был удар и Москва отняла эти земли а после этого снова пришла смута почему вот после такого победного движения Россия раскололась это тоже вот колониальная история когда сначала идет энергичная экспансия следующий этап движения назад когда сначала очень мощный какой-то объединитель как например Александр Македонский после его смерти ослабление распадение на колонии вот то есть Россия во времена смуты снова чуть не потеряла себя чуть было больше не стало вот всей России да и тем не менее это опять была не точка следующий этап уже империя наносит ответный удар который закончился как мы знаем расколом и разделением Польши она практически полностью исчезла с карты государств вот эти вот все битвы империй протекающие несколько столетий ну а 20-20 век для всего человечества это конец империи и в том числе конец Российской империи она была последней пожалуй в этом ряду в 22-м году Российская империя самодержавная исчезла но произошла пересборка на новых основаниях в виде Союза Советско-Социалистических республик который уже не называл себя империей но мы-то знаем что это в принципе то же самое и только в 91-м году действительно последний последний из всех подобных образований произошел окончательный распад Советского Союза и обращу ваше внимание что на момент распада Советского Союза около 50-ти процентов всего составляли в нем русский как импера несущая нация вот они составляли ну половину почти меньшинство а вот Россия в нынешнем составе это уже 80% русских это уже практически этноцентрическое государство и это уже с 91-го истории этноцентрическое государство которое в 2014 я считаю переживает снова некоторую пересборку уже на своих основаниях на принципах того что на принципах русского мира что в это государство должны входить все русские это государство защитник всех русских и если во время распада Советского Союза как-то мирно мирно разошлись и Россия была готова отдать скажем Крым который на самом деле был турецким совершенно самостоятельным в ландшафте Украины вот но в рамках содружества нации Украина Белоруссия в этом особой проблемы не видели вот для этноцентричного государства который уже чувствителен ко всему русскому уже отдавать Крым который вот совершенно русский и теперь просто отдавать это большой вопрос и вот собственно 14-й год этот вопрос был поставлен и что я хочу здесь сказать что вот интересно сейчас говорят что у нас происходит ренессанс возвращения в советское время в имперское мышление упрекают вот я обращаю внимание что здесь скорее наоборот прощание с имперским мышлением мышлением которым было свойственно и для Советского Союза и для Российской империи которые говорили о россиянах о советском человеке и этнический вопрос не был настолько больным это прощание с имперским мышлением и полные полные обретение вот этого этноцентрического мышления, мышления русских. Это вот о России, а теперь немножко все-таки об Украине в 17-19 веках. Как же вот дальше после того расщепления от слуги трех господ было ее движение? Что собой представляла Украина на выходе из Средневековья? Это был просто этнический близкий конгломерат. Очень подобный, на мой взгляд, мы имеем с курдами, современным Курдистаном, который до сих пор расщеплен между различными соседними государствами. Для каждого из государств является большой-большой проблемой. Вот Украина в том же состоянии существовала, особенно после объединения с Россией. Россия, если вы помните, только левобережную Украину присоединила в Переяславской Раде. А дальше пошла самостоятельная жизнь правобережной, где какие-то части отходили и были под влиянием Турции, какие-то под Польшей. И так оно вращалось. Это все время территория бурления, все время территория переходов. Даже если мы вспомним гражданскую войну, основная гражданская война вообще-то происходила на территории Украины. Там было очень много противодействующих сил, очень много военных действий. И Украине всегда было очень сложно определиться, потому что ее разрывали. И даже вот возникновение гетманщины, когда на территории Украины возникло протогосударство, на основе чего казаков. Казаки обитали на левобережной Украине, на хортице, по сути дела, как и донские, за пределами государства. Вот, тем не менее, они собрались в самостоятельную силу. Они противостояли в первую очередь Крыму. По сути дела, на его территории они находились. И защищали эту часть. И обрели силу. Но такую силу, что в дальнейшем смогли бросить вызов и Польше. И, соответственно, одержать ряд ключевых побед и основать свое государство. Или протогосударство. Богдан Хмельницкий – это ключевой выдающийся деятель. И даже он постоянно играл в эти шахматы на трех досках. И вот эти три центробежные силы, они сохранились вплоть до сегодняшнего времени. Три Украины. Украина российская, Украина, условно, турко-крымская, и Украина польская, а дальше это была австро-венгерская, ну, скажем, европейская, западно-европейская. Вот, и чем отличалась, и почему вот она не могла так легко влиться, Украина – это православная часть Европы. И всегда существовала именно здесь ключ конфликту, ее конфликту с Европой и ее близость с Россией. И, тем не менее, это была не только граница конфликта, как бы, русского мира и европейского. Это было и мост, и, как один из ярких страниц, киевское просвещение 17 века с великим просветителем Петром Могилой, через которого много очень просвещения перетекло на нашу российскую, московскую территорию. В общем, благодаря ему произошла встреча православия и католичества, которая была и встречей, и проблемой, да, с Брестской унией, с униотизмом и так далее. В общем, вот это вот бурление, диалог, конфликт бесконечно продолжалось до 19 века, когда, наконец, произошло собирание Малороссии в составе России, и вроде все уже устаканилось. Но понятно, что Малороссия потеряла свою субъектность, и в этом плане у нее всегда и были проблемы, потому что война с Польшей возникла. Почему? Потому что у Украины никогда не было собственных элит, собственного помещичного дворянства. Оно было очень коррупционным, как и сегодня, перебегало от одних других, и в частности, вот даже, когда Украина существовала в составе Речи Посполитой, да, то помещики-магнаты, по сути дела, это уже были польские, представители польских элит, то есть даже славяне, очень легко перестраивались, переучивали язык и меняли веру. Вот это породило такое неприятие их в низах. А основой национального самосознания были низы, и прежде всего православные, ну и казачество, соответственно. Тем не менее, уже в XIX веке вот эти элиты, в том числе духовные, формируются. Это еще периферийная элита, но тем не менее очень сильная, и такие вот имена, как Гоголь, Костомаров, Шевченко, это все русские имена, да, но вот уже на их основе и духовная сила культурная, и само формирование национального сознания. Шевченко уже как первый представитель самостоятельного украинского национального сознания, противовес русскому. Вот это вот национальное сознание в политическую плоскость переходит практически на очень краткий мир. формирование в 1917 году после революции Рады. Вот это, я считаю, первая всеукраинская сборка, когда украинское государство как-то обозначило себя, дальше снова там расстроилось и рассыпалось, и казалось бы исчезло, и тем не менее, вот в сознании это уже зафиксировалось как факт, и дальше только воспроизводилось в национально-освободительном движении. Вот это все я как бы рассказываю для тех, кто тоже у нас многие считают, что мы уж совсем один народ, и Украину называют так называемая, с маленькой буквы. Вот советую посмотреть на Ютьюбе ролик «Динамика границ Украины», насколько она исторически подвижная. И обращу внимание на то, что никогда полная территория Украины не входила в Российскую империю, практически ни на один момент. А еще более такой ключевой факт, что с 13 века, то есть с монгольско-татарского иго, которое как раз вот эту границу провело, расщепило Южную Украину и Северную, по 17 век, то есть Переясловскую Раду, украинская история практически не пересекалась с Российской, не пересекалась с Российской. Вот у нас есть великолепная, очень крупная коллекция по этой теме Украины, и особенно вам рекомендую книгу Ефременко «История украинского народа», где очень все подробно и объективно раскрыто. Вот это, так сказать, истоки вот украинского видения, да, я сказал, что мы можем посмотреть и с той стороны, как оно все выглядит. Продолжим проблему патриотизма. Патриотизм – это не голая принадлежность к какому-то страде и обществу, и особенно русский, да, для России это всегда было духовное начало, духовный корень, поиск идентичности, и если говорить вот о сердце, это русская идея. И советую здесь вернуться к Николаю Бертяеву, и очень все глубоко раскрыто, вот эти вот движения, дерзания. Но самое главное, что в этой книге можно подчеркнуть, что никогда вот это русский имперское начало, национальное начало не было эгоистичным, оно всегда питалось некой духовной миссией и стремилось ее воплотить. Но и первая концепция, на которой основывалось единство нашей Родины, Московского царства, это концепция Третьего Рима. Рима возникла и стала, по сути дела, доктриной для наших царей в 15 веке, а побудила к ее возникновению Флорентийской унии в 1439 году, когда временно Византия ради спасения пошла на союз, сделку с Папой Римским, Римским уже там очень сильно усилившимся. Эта сделка уния очень сильно потрясла русские и политические круги, ну и, конечно, церковные, было воспринято как предательство, и, собственно, на этом изиждется концепция Третьего Мира. Первый мир, разрушенного варварами, второй, то есть Константинополь был предан, и вот Москва стала Третьим Миром, то есть носителем чистой, истинной, православной веры. Вот такой тектонический надлом историй, из которого родилась, по сути дела, русская идея. И это была долгое время духовной миссией, до момента отрезвления, а ею, я считаю, смуту и раскол, когда, ну, не получилось стать вот этим Третьим Римом, то есть его, условно, взяли, распалось некое отрезвление, неспособность стать мировым началом и центром. Вот, и тем не менее, именно вот эта миссия, я считаю, пережила свой ренессанс, большевистской революции, в возникновении СССР, которая тоже несла в себе духовную миссию, это как раз подчеркивают наши русские философы, миссия в данном случае уже была пролетарской, миссия освобождения рабочего класса, и, конечно, освобождения всей Европы, мировая революция. Вот, в том или ином виде, вот она воплотилась, из СССР, черпал свою идеологию именно из такой вот освободительной миссии, в этом его левая такая социалистическая освобождающая сила и доктрина. Вот, это вот с первой концепции, в общем, во времена смуты, по сути дела, распалась, стало понятно, что не станет третьим именом, а кроме того, Россия ведь вобрала в себя золотую орду, то есть, по сути дела, исламское царство, и очень много оттуда возникло. И вот пришла Российская империя с Петра I, совсем другой уже концепции и доктрины, я считаю, ее центр провозглашен как тезис православия, самодержавия, народность, которую я бы выделил в первую началом основным самодержавия. И это начало единства власти. Самодержавие не просто как вот такое властное начало, как духовное властное начало, вот та самая защита на православие, Россия как наследница Византии, наследница Римской империи, и недаром очень сильна была доктрина пансловизма, вообще идея захватить Константинополь, вот недаром так много, 11 воин с Турецкой империей, с Османской империей, в общем, иметь центр в Константинополе, настоящий свой духовный центр. И недаром Первая мировая война, по сути дела, русская революция, тоже во многом черпается из этих амбиций, споре за проливы Босфорские, которые очень большое место имело вот в этой предвоенной атмосфере, что империя православная обязательно должна иметь вот эти вот выход среди земноморья, этот свой Константинополь, Константинопольская полусфера. Вот. И тем не менее и здесь произошел распад не по силам и отрезвение с русской революцией, отказ от этой доктрины. И третья доктрина, начало, я уже обозначил как единство нации. И здесь Россия понимается как конгломерат восточнославянских наций в чистом формате по сути дело не реализовалось. Но как идея была озвучена и так же как вот Москва Третий Рим по сути дела ни один из российских из московских царей ее не провозглашал вслух и там как идеологию да, но действовал согласно ей и разделял эту идею. Также здесь конгломерат восточнославянских наций великая малая и белая Россия да, это вот Солженицын тоже очень близко всем по духу обозначил как союз народов родственных единых ни в коем случае не позволять распасться этому союзу в нем основная наша сила так он учил вот этот вот я и подчеркиваю союз великой малой и белой России он звучал в титулах российских царей императоров начиная с середины 17 века вот белая Россия я вам о ней сказал но вот малая Россия как вы видите выпадает из этого единства и это выпадение очень болезненно просто так оно не пройдет как говорится тем не менее вот первое отрезвление в этой разочарования в этой идее о невозможности ее создания и произошел я считаю в распаде Советского Союза в 91 году в Беловежском соглашении когда был заключен союз этих сторон но не единая страна СНГ так им и не стало а вот ренессанс этой идеей произошел совсем недавно в 14 году когда пусть и не в таком чистом виде да трех славянских народов но в виде Великороссии эта доктрина воспроизвелась пусть русский мир реализован в формате Новороссии в каком-то формате с Белоруссией это все конечно очень неочевидные такие союзы довольно шаткие временные но сама идея вот это русского мира я считаю вот она воспроизводит вот эту миссию вот эту модель исследуя этой миссии мы и сегодня действуем в окружающем мире вот такие воззрения вот может быть немножко длинные к сожалению как всегда почему патриотизм актуален и почему мы сделали такую коллекцию тема патриотизма поднимается когда страна находится в опасности когда стране требуется национальные силы и энергии и вот тогда именно включаются механизмы защиты и кроме позитивной программы возникает и негативные начинают искать национал предателей пятую колонну русофобию это все тоже очень опасные опасные процессы с точки зрения лжепатриотизма начинаются и меры поиски мер по усилению патриотизма вот сегодня объявили что история будет преподаваться с первого класса уже какие-то меры проверка всех исторических вузовских учебников планируется там комиссия создана при министерстве науки проверки учебников в общем какие-то организационные большие меры но я бы здесь предоставил все-таки предостерег от этой опасности лжепатриотизма о которой говорил наш великий патриот Иван Ильин который черпается из веры в национальную исключительность из уже ложного направления этой веры и главные векторы которые здесь предостерег я бы предостерег несут опасность это отождествление превращение патриотизма в веру патриотизм не должен становиться слепой верой из него не должно уходить дух разума и вот этого здорового психологического чувства и проблема патриотизма и правды патриотизм не должен отдаваться в жертву идеологии правда все равно выше родина как сила родины в правде вот эти вот грани нельзя переходить надо все время помнить поэтому соблюдать некоторую меру которая в любой гражданской войне просто неизбежна вот и тем не менее здоровое отношение к нации конечно должно формироваться в историческом просвещении и в патриотическом просвещении и вот к этим вещам я уже подхожу ближе так сказать к тому что имеем предложить мы наш путь это путь книги и почему книга один из ключевых путей к патриотическому воспитанию патриотизм должен зиждиться на здоровых основаниях воспитания образования а какие это начала во первых семья социальное окружение здоровые отношения с этим окружением то есть это нормальная жизнь обычного человека она и формирует базу но конечно должно быть и воспитание внушение здоровых понятий поведение будущего человека в мире без того чтобы не получить эти понятия конечно их трудно будет в себе возрастить и могут быть искажения третье начало нация жить в нации в народе нация это и есть носитель понятий социализации всех наших ключевых социальных отношений и конечно именно нация это опыт поколений транслируемый этической парадигмой без ощущения себя внутри нации не сможешь стать ни моральной личностью ни вообще зрелой этической личностью ну и четвертое начало самое ключевое базовое язык язык как форма жизненного мира следоточия повседневных смыслов через которые мы получаем все что имеем ну и вот эти вот вещи их не надо как-то приносить или что-то мы живем в них и в языке и в нации и в семье но если у кого-то нездоровая семья или нация болеет вот тогда и возникает возникают проблемы а нация болеет это вот тот национализм который в ней в силу тех или иных причин зреет и начинает нарывать вот тем не менее вот этот вот опыт формулируется и переносится через литературу и искусство и это уже наша тема потому что именно книга концентрирует и аккумулирует национальный опыт как ни что другое текст является воспитателем и лучший воспитатель это текст потому что он несет на себя абсолютный максимум того что из этого можно нести передавать другой личности ну возникает вопрос а может ли книга выполнять эту функцию в эпоху когда молодежь перестала читать книги не лучше ли передать эту функцию фильмам играм мероприятиям онлайн офлайн вот как сегодня и происходит да это должно происходить но я думаю что только бы не потерять при этом книгу потому что книга остается единственным носителем знания и как пример связанный вот с нашей темой великая отечественная война они нельзя рассказать иначе как текстом да можно показать фильмы там вся ситуация жизненные судьбы но вот как понимание целого течения причин процесса хода а великая отечественная нельзя рассказать иначе как книги если мы хотим что-то знать о прошлом мы нуждаемся в книге потому что иначе мы можем это как-то пережить через другие форматы но знать мы можем только через книгу она формулирует эмоции передаются искусству а информация книга и еще одно книга и библиотека это самый вместительный аккумулятор знаний помимо всего прочего если мы превратим вот эти наши знания в какие-то там сайты то вот эти вот набор сайт он он не сопоставим с библиотекой как библиотекой книг потому что каждая книга эквивалентна вместительному сайту и книг конечно намного больше чем сайтов они как правило глубже сайтов так что не надо заменять книгой интернет и тем не менее книга это не только удовольствие а труд это сама книга есть часть воспитания целью воспитания как правило являются вещи трудные это долг работа концентрация мы учим это через усилие иной раз через наказание то есть книга это не обязательно комфорт и удовольствие это труд и тем не менее книга воспитывает сама книга такой уникальный формат когда не обязательно учитель книга сама может быть учитель и сама может вести вот этот интимный разговор с ребенком поэтому нам так важны книги в патриотическом воспитании наша задача включить книгу а она уже сделает свое дело вот это собственно питало наше размышление нашу идею патриотической библиотеки но не только это это все-таки библиотека и вот дореволюционной России был изумительный школьный предмет родиноведение к сожалению его сегодня нет а название очень хорошее родиноведение мы так думали назвать даже нашу библиотеку идея патриотической библиотеки она конечно лежит на поверхности но она не плоская патриотическая библиотека это не просто книги о патриотах о хороших примерах о жертвенности о наших победах это всего мало это еще не патриотизм и вообще патриотический не является прилагательным который несет предметный признак вот это патриотическое вот это не патриотическое Нету таких предметов. Он проходит сквозь, внутри всех предметов. Так что в родиноведение может войти все и ничего отдельно. И мы видим, что существуют аналогичные проекты, но которые в той или иной мере не бьют в цель или не все забирают. Например, президентская библиотека. Это историческая библиотека, тоже ставит целью патриотическое просвещение. И все-таки это историческая документальная библиотека. Это собрание материалов в большом количестве, немного книг, но мало воспитания. Или наоборот российское историческое общество. А в нем наоборот много мероприятий, но мало материалов. Наша библиотека должна быть под спорем для разных проектов. С помощью книг мы хотим сделать патриотическое воспитание близким, доступным. Для чего? Для внеклассного чтения. Для самостоятельных проектов, школьников. Для занятий по истории. Важно понимать, что патриотизму невозможно научить. Это не та вещь, как математика, которую можно как теорию изучить и прочитать от корки до корки. В нем нужно жить. Это часть нас. Часть нашего сознания. Нашего самоощущения. Вот. И наша эта коллекция прежде всего представлена и является частью библиошколы, ЭБС библиошколы и адресована преподавателю, родителю и администрации, тем, кто занимается проблемами воспитания. Ну а также предназначена для библиотеки средней школы, СПО и университетов. И немножко о форме. Эта коллекция является библиотекой в библиотеке. Для коллекции она слишком крупная. Мистериана – это продолжение подхода, который был реализован в нашей коллекции «Книжное ядро русской культуры». То есть книги, которые учат понимать, любить, знать родину. Это мега-коллекция, то есть охватывает тысячи изданий, имеет свой самостоятельный каталог. Соответственно, это навигатор по книгам и коллекциям по этой теме. И в основном сюда вошли книги, подобранные экспертом. То есть не все попало. Это экспертная коллекция. Ну и, наконец, библионастериана – это рабочий стол для школьных проектов и рефератов, чтобы с ними можно было работать, а не просто читать. Коллекция, как я сказал, доступна в ЭБС «Библиошкола» и ЭБС «Университетская библиотека». И особенность нашего технического решения – синхронность коллекции «Библиошколы» и ЭБС «Университетская библиотека». То есть это общее ядро, но для библиошколы выделены книги, которые для школьного возраста подходят, для университетской библиотеки. Книги, которые больше имеют научный характер, предназначены больше для научной работы, а не воспитательных целей. Ну и немножко пару слов о том, почему мы назвали Нестерианой в честь первого русского книжника-летописца-старца Нестора. Я считаю, это ключевая, уникальная фигура, центральная для нашей истории в очень-очень многих смыслах. Но первое, что это, конечно, первый книжник. И тем не менее, это не единственное. Нестор – это исторический персонаж, и, по сути дела, мы знаем даже год его смерти, о жизни только предположения. Инок Киево-Печорского монастыря, обращаю внимание, Киево-Печорского, и в пещерах есть его мощи. Это святой, и не просто святой, а действительно подвижник, просветитель, монах, который жил и работал, если можно так сказать, вместе с нашими главными русскими святыми, ключевыми Феодосиями Печорским и Антонием Печорским, которые, по сути дела, вообще были моделями русской святости. И как раз первое, наверное, самое читаемое житие Феодосия Печорского как раз принадлежит Перу Нестора. Вообще удивительно, что практически вот вместе с рождением Руси, это, можно сказать, одно время с основанием Киево-Печорского монастыря, вот среди леса, Феодосий Печорский основывает монастырь вообще как формат святительской жизни, монахшеской жизни. И уже с ним его послушник, насельник, становится ключевым книжником, писателем России, автором первой летописи. Вот его перу принадлежит. Также вот ключевое сказание Борисе и Глебе, это все как скрижали для русского сознания. Сказание о первых черноризцах, ну и, конечно, повесть временных лет, как фундаментальная основная летопись, нашедшая, ставшая частью очень многих более крупных и старых летописей. Вот, так что, надеюсь, мы немножко дали жизни этому имени, нашего великого Нестора. Ну и, наконец, о коллекции. Что мы собрали в этой коллекции? Буквально основными штрихами, главные черты и главные подразделы. Ну, во-первых, каталог. В нашей библиошколе вы найдете этот каталог, как мы сформировали. И, конечно, в нем три ключевых сегмента. Первый – это история. Само разумеется, одна из... Нами собрана на сегодня одна из крупнейших исторических коллекций. Среди всех библиотек, не говорю, ЭБС, потому что ЭБС вообще этим не занимается. Это именно наша работа, наша миссия. Около 20 тысяч книг по истории. Но в патриотическую библиотеку вошло около двух тысяч книг. Это, конечно, такие сливки и то, что как раз предназначено для школьника. Разные аспекты истории, о них еще скажу. Второй сегмент – это Россия. То есть круг тем и проблем, связанных с понятен Россия. Россия и есть родина. То есть, соответственно, культура российской культуры. Книги краеведения. Книги о народах России. Ну и вот те книги, где можно найти, что значит быть русским, в чем наша идентичность, каков русский характер, в чем русская философия, чем наши народы близки и отличаются друг от друга. В общем, такая рабочая воспитательная литература. Ну и третий сегмент – Россия в лицах, имена России. И его каждом лице, биографическая литература, и его труды тех великих писателей и мыслителей России. Ну и теперь чуть-чуть конкретнее. Конечно, в основу Патриотической библиотеки должна лечь коллекция о Великой Отечественной войне. Это как бы ядро их сердца. И у нас, конечно, это одна из наиболее ярких коллекций. И не только других издательств. Мы и сами издаем очень много интересной литературы о Великой Отечественной войне и вообще о военной истории. Это и учебники по военной истории России. И вот, например, такие книги, как «Великая Отечественная война. Месяц за месяцем». Книги о российском флоте, армии и так далее. Конечно, ключевые здесь вещи Победа, Отечественная война как святыня и как традиции. Она как бы такой фокус, из которого сегодня проблематика патриотизма видится. Ну и, конечно, ни о чем сегодня не написано так много, сколько о войне. Страницы Победы, воспитания, истории день за днем. Еще одна важная страница литература и поэзия, проза и поэзия о этих тематиках. И о испытаниях, национальных испытаниях, о победах, о поражениях. И в частности, такие подколлекции, как «История России в романах», художественная проза. Список изданий, рекомендованных Министерством просвещения для патриотического воспитания. Юношеская библиотека, так называемый список «Сто книг Путина», в которых тоже главные книги о войне и о нашем Отечестве. Ну и потом очень много книг в отдельных тематических коллекциях, о которых я еще скажу. Это тоже специальные подборки. Ну и, конечно, методическая литература по патриотическому воспитанию. То есть, педагогика, вопросы о педагогике, ну, в частности, отдельные книги по ней и целые разделы разных издательств. Еще очень яркий раздел нашей библиотеки, посвященный русскому искусству. Без этого тоже я считаю патриотизмным мыслям. Ну а у нас здесь огромные коллекции, собранные за годы нашей деятельности. Нам в этом году исполняется 20 лет, кстати. 100 великих художников, 100 великих архитекторов, современные художники России, российские музеи. Вы эту коллекцию знаете в печатном виде, и вот она здесь в цифровом. Ну и тематические коллекции, о которых я сказал, это подобранная по проблематикам и тематикам и экспертами литература важнейшая. И как раз по тематике исторической, патриотической у нас лучшие и наиболее многочисленные коллекции. Целые несколько коллекций, посвященных династии Романовых, посвященные древности государства российскому, Петру Первому, императорам России. В частности, вот эта коллекция, которую вы видите в последние дни императорской семьи. Всего 19 книжных коллекций этой темы, историко-династической тематики. Другой аспект – полное собрание русской летописи. Ну, конечно, как мы будем говорить о патриотизме, не имея вот такой вот коллекции, полное собрание летописи, 26 томов. Конечно, это книги не только для, и не столько для чтения, сколько это так называемый must-have. Любая библиотека должна их иметь, должна доступ для научной работы, для школьных рефератов, для возможности обратиться. Поэтому у нас даже не только летописи, а вот великие фолианты русские, такие как древности государства российского и иллюстративные истории российского книгоиздания. Ну и, конечно, вот такие вопросы, которые содержат главные вопросы родиноведения, характер русского народа. Николай Лоскова, тоже русский религиозный философ великий. Разумеется, для патриотической литературы неисчерпаемый источник биографии и мемуары. И обращу ваше внимание, уникальная историческая коллекция ЖЗЛ, которая начинается с библиографической библиотеки Флорентия Павленкова. Главная и самая такая именитая книжная коллекция в России. И мы на сегодня тоже, как и по истории, в плане биографии и мемуаров, крупнейшее собрание электронное в России, тысячи томов. И издаем очень много по этой теме. Вот еще одна очень характерная коллекция «Россия и Запад». Важнейший вопрос российского национального сознания. И здесь мы собрали темы, которые здесь задают главные векторы. Ну, например, закат Европы, Шпенглера, знаковая книга и многие другие. Те направления философские, которые этим вопросом занимались, потому что вопрос о России, о Родине, это вообще ключевой вопрос российской мысли. И ключевые философские направления славянофивы, западники, европейцы, те, которые так или иначе решают эти вопросы. Мы собрали их полной коллекции. Еще одна уникальная коллекция, которой ни у кого нет, «Русская эмиграция». Вот эта вот вся боль вдали от Родины. Мы собрали литературу русской диаспоры 20 века. Очень разных, ярких наших авторов и мыслителей. Пожалуйста, читайте. Ну и, конечно, нельзя обойтись без темы военно-исторической. И здесь, опять-таки, снова крупнейшее собрание военно-исторической, как пример, военно-историческая библиотека. «Наши победы» более 200 томов о всех войнах Российской империи. Богатая, интересная, насыщенная библиотека. Ну и, наконец, коллекции по военной истории и дипломатии. Очень много таких тематических коллекций. Например, из новых «По философию войны», «По Первой мировой войне», «История русской дипломатии», «Очень много книг». Ну и, конечно, «Краеведение», «В поисках души России». «Тоже очень много книг об отдельных народах, о путешествиях, о художественной культуре, по религиям и обычаям, этнографии России, географии России. И последнее наше достижение. Спорт, наука, космос. Конечно, без этого наша идентичность немыслима. Вот, пожалуйста, Юрий Гагарин. Все, что... Все остальное со спортом и достижениями. Ну вот, собственно, основные черты и странички нашей коллекции. Надеюсь, она будет очень востребована, актуальна. Мне кажется, что ничего подобного, во всяком случае, вот тот труд годовой, который за этим стоит, мы привлекли около четырех экспертов, четырех источников различных библиотек, в том числе «Милитера», очень известная военная патриотическая библиотека. В общем, это коллективный труд большого количества людей. Я не буду вот листать следующее. Хотел вас ознакомить тоже с релизом последнего нашего проекта «Мировая художественная культура», но, думаю, найду другой случай для этого. Мы с вами так задержались и подошли к концу. Вот. В общем, мы верим, надеемся, что эта библиотека будет востребована. Повторяюсь, она доступна для подписчиков библиошколы и университетской библиотеки онлайн. Релиз еще не вышел. То, что я вам показал, это вот последние такие рабочие штрихи, но буквально со дня на день оно оденется уже в свои финальные формы. И еще для тех, у кого нет доступа, пожалуйста, обращайтесь и можно найти формат, в котором именно вот эта коллекция из книг, в общем, она, еще раз повторяю, как коллекция в коллекции, библиотека в библиотеке, содержится, вот, ну, само подключение к библиошколе платное, разумеется, ну, а вот использование этой библиотеки уже становится бесплатным. Ну, а в связи с нынешней особой для нашей страны ситуации есть и особый наш шаг, вот эту библиотеку, то есть, соответственно, вместе со всей библиошколы мы бесплатно подключим для всех школ Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, совершенно бесплатно, но это вот наш такой будет подарок к Дню Победы. Вот, что ж, коллеги, на этом я закончил свой рассказ, надеюсь, это было тоже поучительно, может быть немножко больше в геополитику, как и прошлый раз, но время, а самое главное, тема обязывает, без этого, наверное, не обойтись, надеюсь, что я здесь чувства не оскорбил, благодарю вас за внимание, хорошего вам настроения и веры в будущее, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!